Дева Бога, бессимене ручая, моли спасися души Его. Он прожил долгую, сто лет и насыщенную жизнь. Воевал на Курской битве, освобождал Киев. В мирное время занимался наукой в Новосибирском Академгородке. По словам родственников, завещал после смерти развеять прах в родном Заринском районе. Мы его сожгли, прах вот этот Алеша захоронил, как мог. Он, конечно, не умело все сделал, но что сделаешь? В итоге урна с прахом провела в реке Чумыш почти 9 месяцев, пока в июле ее случайно не нашли отдыхающие. История получила резонанс. К делу подключились ветеранские организации, политические партии. И прах захоронили на кладбище в родном для покойного Заринске. Мы спросили организаторов, почему волю покойного на этот раз не исполнили до конца, не развеяли прах. Мы этот вариант не рассматривали. Почему? Потому как прах, находясь в воде, он уже закаменел в пакете. И просто разбивать это все, кощунственно это делать. Поэтому мы решили уже по традиции сделать захоронение почетное. Теперь прах ветерана обрел покой на Северном Заринском кладбище на аллее ветеранов. Евгения Доильницына захоронили среди других участников боевых действий. Местные власти пообещали взять уход за могилой на себя. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.